Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Кунышева. Этот ролик будет посвящен Юрию Шатунову. Прошла дата гибели Шатунова, которую, ну, я считаю, очень многие люди считают, что это было убийство, точно так же, как это было убийство другого важного, главного коллеги, Юрия Шатунова, Юрий Васильевич, это Кузнецова, автора всех песен, шлягеров знаменитых. Итак, очень многое, что сказано, но смерть, она, его гибель Шатунова, Юрия, она не расследуется, как вы знаете, да, то есть как бы все это вот замыливается, потом появилась в Крокусе на, якобы на юбилее, на юбилее на дне рождения, в несостоявшемся юбилее, странная женщина, которую называют вдовой. Если до этого появления у меня у самой были какие-то иллюзии насчет, ну, я думала, может быть, человек боится, может быть, еще что-то, то Крокус, он развеял все мои иллюзии, там никто ничего не боялся, там показали, что у человека совсем другая жизнь, и я сделаю выводы свои, субъективное мнение, что Юрий Шатунов давно у него не было личных отношений с этой женщиной, дети, возможно, дети, да, а с женщиной они были уже чужие люди, и, скажем так, ссылаться на нее, что она там давала какие-то разрешения на кремацию, скорее всего, у него нет никаких прав ни на какую кремацию, тогда откуда взялась кремация, поспешная кремация, когда не была проведена экспертиза, когда масса вопросов было, ну, просто очевидных, очевидно, что это преступление, да, человека везли, не довезли, это все параллели с Бехтеревым, я вам проводила, там тоже поспешная кремация, там тоже не давали врачам настоящим спасти человека, то есть задача была не спасти, а чтобы он ушел на тот свет. Здесь, скорее всего, тоже отравление похоже, хотя мне писали, возможно, это укол, ну, неважно, это какая-то интоксикация, человек умирал, ему не помогали, делали все, сняли еще циничный на камеру, как будто сделали отчет, все мы это помним. Никаких разрешений на кремацию у этого директора не было, он не имел права, но это все прикрыли. Далее попытки врача спасти Шатунова тоже не увенчались успехом, врача обвинили. Больница, в которую привезли, это вообще сатанинская тема, она в чем-то, это хорошая нормальная больница, а в чем-то там погибла, погибла Анастасия Метельская, которая обнаружила врача-сатаниста, а перед этим там погиб ее отец, ему не оказывали помощи. То есть вот это вот такая странная-странная больница с нехорошей репутацией. Там еще были моменты о том, что и трупы какие-то валялись в подвале, то есть там много всего было, это все блогеры освещали, поэтому я к этому возвращаться не буду. Что еще было не сказано? Был такой клип за два месяца до смерти Шатунова, клип такой странный, со странными словами, типа под молодежь, типа это современно. Давай запомним это лето, помните, да, вот этот момент. Потом этот клип показали в передаче Малахова, где пригласили Шатунова незадолго до его смерти, он был у Малахова, и Малахов спросил у него, как, Юра, как тебе этот клип? Он так пожал плечами, но никак. Вообще он очень странный, он понял, что это такая по его душу, то есть это такая эфирта была, которую предложили нам всем через телевизор, через передачу Малахова. На, вспоминаем, в Крокусе на 17 октября, когда праздновали, должно быть весело 50-летие, несостоявшиеся 50-летие Юрия Шатунова, когда настоящие почитатели Юры, которые были с ним всю жизнь, с его самого первого появления, они просили не перепевать песен, они просили, но никто не был услышан, он приехал крутой, этот мафиози крутой, этот олигарх. Вопрос, кстати, может быть, его тоже проверят на предметы, с какого перепугу он стал таким олигархом. У него квартира, насколько я знаю, он именно хотел получить квартиру в доме, где жил Горбачев, именно в той квартире, где жил Горбачев. Ему очень важно было получить эту квартиру. Это все из интернета, это все есть в открытых источниках, это просто я вам сейчас предисловие перечисляю, потому что это все подзабывается как бы, а забывать-то это не надо. Этот странный тоже, скажем так, из черты оседлости бывший крутой, который как-то так очень быстро раскрутился, крутой раскрутился, да, тут вот так вот. Он был смотрящим за шоу-бизнесом. Сегодня мы уже понимаем, вот сегодняшняя ситуация, СВО раскрыла многих так называемых популярных людей о том, что они, оказывается, были агентами спящими, то есть они работали за деньги и продвигались они не просто так. И популярными, якобы популярными, они стали тоже не просто так. То есть кого-то задвигали, а этих людей двигали. Кто-то двигал. То есть это большая мафиозная сеть и мафиозная мировая сеть. И тянется она, к сожалению, к нехорошим делам, которые на Ютубе проговаривать нельзя. Но эти дела уже проговаривались в разных передачах. И поднимался этот вопрос, связанный с маленькими людьми беззащитными. Я намекаю, вы понимаете, о чем я намекаю, на что я говорю. И людьми, которыми можно делать все, что угодно. Там есть и тема с рынком так называемых органов. Там есть и тема для развлечений дяди, тети и взрослых. Там есть тема омоложения некого вещества, которое находится в детках, в некоторых маленьких людях. Вот такие вот моменты есть. И это, конечно, колоссальные деньги, бесконечные деньги. Главное, никто за это не отвечает. Никто за это не отвечает. Это никаким образом, ну, по крайней мере, народ не контролирует. Он просто, скажем так, подмечает некие моменты того, что это происходит. Не контролирует он, потому что у нас колония. И мафия, она вся, как бы, держит эти рычаги управления, следит за ситуацией. Поэтому, возможно, что Шатунов хотел что-то раскрыть вместе с Кузнецовым. И Кузнецов грозился, что он раскроет все тайны. Помните, он сказал незадолго до своей смерти, что он готов все раскрыть. Надо было сначала раскрыть, а не предупреждать, скажем так, не угрожать этой мафии. Надо было раскрыть. В любом случае, все равно они подлежали. Уже понятно, что их приговорили обоих, но хотя бы они кого-то бы раскрыли. Вот такая ситуация. Еще год назад мне прислали такой комментарий под одним из моих видео. Добрый день, Галина. Мне очень близки ваши рассуждения. Сегодня я целый день слушаю песню Юры Шатунова. Раньше такого не было. Наткнулась на песню под названием «Юра Шатунов» одной молодой группы. Так вот, песня была выпущена в апреле 2022 года. Там есть слова «Ты мой кумир, Юра Шатунов, давай запомним это лето». Меня аж передернуло. Реквием, не иначе. Надо же, какое совпадение. За два месяца до смерти появилась эта песня. А в клипе как будто посмертно чтут его память, выступая на сцене. У меня сложилось такое впечатление жутко от этой песни. Поделитесь вашим мнением. Если это возможно, благодарю, накладываю вето на программирование негативных сценариев». Ну, я полностью согласна, да, это негативный сценарий, который как бы представлен под видом молодой группы. Может быть, они действительно будут говорить, да нет, это да, это все просто мы такие вот талантливые. Вот мы так видим, мы художники, мы так видим. Но если разбирать символику, а сатанисты все делают символикой, если вы посмотрите, они все культисты, все, кто находится сейчас при, так сказать, бешеных каких-то деньгах, те, которые на вершине власти, которые что-то мутят, они все культисты. Они везде какие-то свои знаки показывают. Они везде свои фотографии с одним глазиком показывают или с подбитым глазиком. Это масса-масса информации тоже проходили. Кстати, я могу сказать, что в этом году по Москве стало гораздо чище этих знаков, их стало гораздо меньше. Не знаю, что происходит, но такое впечатление, что город как бы очищается. Вот такие мои субъективные ощущения. Так вот, по поводу этого клипа. Давайте просто посмотрим, что там по символике идет. Есть, скажем так, первый план, который для молодежи, текст тупейший, просто тупейший, на мой взгляд. Но для, скажем так, сегодняшнего дня, которых воспитывает Греф, а Греф, как мы знаем, он не хочет, чтобы народ образовывался, потому что ему будет сложно манипулировать, все мы знаем. Да, мы также знаем, что на место Юрия Шатунова тот же самый Греф продвигал Даню Милохина. Помните, активно его продвигали. Он даже на экономическом форуме там что-то тупое тоже задвинул, потому что видно, что он глупый мальчик. Хотя был хороший, такой симпатичный славянский мальчик. Но вот что из него вырастили, как его обработали, его мозги, и что из этого получилось. Когда не получилось с Даней Милохиным, значит, пошел другой вариант. Это уже вот этот шаман, тоже на его место. Ему дали спеть этот шлягер «Седая ночь». И я вам показывала, там тоже шла символика с шестерками. Они крутили шестерки на заднем фоне в этом крокусе. Впоследствии еще одна сатанинская группа должна была приехать выступить в крокус. На нее пришли, вы помните, да, на эту самую группу. И крокус подожгли, взорвали, тоже было жертвоприношение. В день, кстати, в день Хатыни, в день преступления и сожжения Хатыни. Тоже все не случайно. Все это делают оккультисты. Все это именно такие сакральные жертвы. И сам этот ансамбль туда не появился, не приехал. Тоже на эту тему было много вещей. Сейчас это уже тоже подзабылось. Но никто их не арестовывал, хотя явно они участники. Видите, как все. Свершается преступление, и никто ничего не делает. Потому что все это прикрывает некая мафия. И плюс еще то, что население не хочет слышать ни о каких вот этих вещах. Оно принимает аферты. Вот на каком-то уровне это все идет через аферты, через принятие. То есть делается предложение аферты, люди покупают билеты и акцептируют это предложение. Я вам рассказывала про крокус. Как туда приперлись люди, которые покупали билеты, пришли праздновать. То есть им не жалко Шатунова. Они пришли праздновать. Им хочется развлечений самих себя. Вообще им на него наплевать. По большому счету, наплевать на человека, которого лишили жизни. Вот и все. Вот как бы к этому выводу приходится. У людей тоже как бы понятие добро-зло, оно у них отсутствует. Они не понимают. Это все смешные эти понятия. И а что теперь? А что теперь не жить? А что теперь не петь? Ну, вообще, надо сначала разобраться, кто убил Шатунова, а потом уже песни петь Шатунова. Да, вот так вот. Тем более видно, что ни у кого ничего не получается. То есть попытки разодрать этот репертуар были сразу, потому что там бешеные деньги. Там еще помимо вот этой темы маленьких детей, там еще и бешеные деньги, популярность вот этого человека. Но просто за этой популярностью он тоже не просто так стал популярным. Несмотря на действительно безусловный талант, конечно, там двигала вот эта тема вся, оккультная тема. И контракты там были, я вам тоже показывала. Контракты были, из которых ему этот контракт навязали насильно, то есть сделали его звездой против его воли. Потому что сам бы он шел более трудно, более сложно. Может быть, не было бы вот такого ажиотажа, потому что они включают и обработку сознания масс. Это просто простой обыватель, он даже не догадывается о том, как его мозги обрабатывают. И это надо знать, знаешь тогда, когда погружаешься в изучение этой темы, тогда начинаешь понимать масштабы вот этих воздействий. Ну, а что есть, то есть. Поэтому, отвечая на вопрос, вот видите, пришло время, и надо ответить на этот вопрос. Что же в этом самом клипе, в этой дурацкой песне с дурацкими словами? Очень, ну, скажем так, даже страшными словами. Сейчас мы разберем текст. Это старые скрины, годичные, полуторагодичные давности. Вот премьера. Пишут про этот клип. И тут Юра Шатунов охренел, какой бред, про него сочинили. Скорее не сочинили, а по пьяни на коленке в подъезде написали. Вот нет, знаете, сочинили, да, специально сочинили. Ну, серьезно, если уж автор пишет красивую ностальгию про Шатунова, причем здесь вином, провал, короче. Ужас песни, слова бессмысленные, мелодия отстой. Здесь идет ругательство защитники этой песни. Извиняюсь, конечно, песня полная. Простой набор слов. Вот такое, вот такие впечатления. Он, значит, просто бьется на смерть за то, что песня-то хорошая. Но людей не обманешь. Вот впечатления людей, действительно. Потому что что это, зачем? А зачем это вообще показывать по телевизору у Малахова? Зачем они выступали перед живым Шатуновым за два месяца до смерти? Зачем вот склепав это и зачем их пустили в телевизор, что называется, на центральные каналы? Малахов в курсе тоже. А вот здесь вот что «Снова седая ночь, тебе храню все свои секреты, ты мой кумир Юра Шатунов, давай запомним это лето». Давай запомним это лето, да? То есть все запомнили это лето. Это что, не предсказание? Или они пророки какие-то? Нет, они не пророки. Его приговорили. И чтобы все запомнили это лето. Течет по венам золотая кровь, я твой Том Харди, ты моя любовь. Я добрый венам, жру твои мозги, а ты беги, беги, беги. Прям большая-большая любовь. Вот поэтому люди скажут, что это хренатень какая-то, а не слова. Так, вот он вином, кто такой вином, жрет мозги. Вот добрый вином, который, персонаж, который закалялся в корпоративных дрязгах. Вином, в переводе с английского яд, персонаж, появляющийся, то есть яд, который жрет мозги. Вот такая тема. Еще в 1988 о том Харди, он вином, это черный инопланетный, в некоторых версиях может быть искусственный симбиот. Вот смотрите, как интересно, искусственный симбиот, разумное существо, липкой, практически жидкой формы. Может быть, это то, что они создали, или то, что они пытаются материализовать, или уже материализовали для того, чтобы пожирать мозги людей. Через оферты, естественно, через массовые мероприятия, такие, которые проводились в сатанинском Крокус-Сити. Подобно реальным симбиотам, для того, чтобы выжить, он нуждается в носителе, как правило, в человеке. Единение симбиотом представляет его владельцу сверхчеловеческие возможности. Да, за все приходится платить, то есть некая плата, и за эту плату забирается душа. Вот все у них в этом смысле. Вот кадры из этого клипа. А начинается все, начинается все вот, некое помещение с книгами, на котором написано «Емар», «Емар». И вот вбегает вот этот, там как бы конкурс, типа школа, да, там вбегает вот этот парень вот с такой интересной наклейкой. Один глазик у него, половина лица, Винома, да, или кто он там, или чудище какого-то. И вот они исполнители, вот эти два парня, которые должны подготовиться. Говорит, твоя песня-то у вас готова? Да, готова. Ночь. Песня «Ночь», Юра «Ночь», «Седая ночь». Сейчас я вам зачитаю, буквально зацитирую это все дело. Так, вот так он сказал. Вы где? Песня «У вас готова», не беспокойся. У вас «Ночь», «Ночь», Юра «Ночь», «Седая ночь». Юру, как мы знаем, убили в ночь с 22 на 23. Возможно, должны были 22.00, чтобы просто было идеально. И день начала Великой Отечественной войны. То есть все сакральные такие даты, что 22, что 23, это все, это даты сатанинские, масонские. 23 у них вообще любимое число. Так, и вот текст у нас. И снова «Ты, Седая ночь», в тебе храню все свои секреты. Ну, сохранили секреты, да. Хотя все понимают, что это было убийство. То есть секреты из этого не вышло. И то, что сожгли тело, тоже секреты никакого не вышло. Сжигают как раз быстренько стремятся, чтобы скрыть следы преступления. Чтобы нельзя было выявить яд, которым был человек отравлен. Ты мой кумир, Юра Шатунов, давай запомним это лето. И снова «Ты, Седая ночь», тебе хранят так. Дальше хочу опять твой голос слышать ласковый и забвенный. Да-да-да, забвенный, забвенный. То есть вообще вот непонятно, забвенный, забыть, забвенный. Они даже не понимают слово «забвенный». Обычный вечер в Петербурге, Седая ночь течет по венам. Вот в Петербурге. Может, тоже какой-то намек, не знаю. Течет по венам, золотая кровь, я твой Том Харди, ты моя любовь. Это Том Харди, это актер, который играл в Венома. Вином жрут твои мозги, ты беги, беги. Это большая любовь, конечно. Никакой натяжки даже. Какие мозги нужны, чтобы это все сочинять? Они даже не понимают. Это уже потерянное поколение какое-то. И снова «Ты, Седая ночь», тебе хранят свои секреты. Кстати, их больше нигде что-то и не слышно. Потому что там нету ничего, ни харизмы, ничего. Вот их вытащили, вот этих вот использовали, как изделие резиновое, и выкинули. Вот они нужны были только для этого. Вот только для этого. Тоже заплатили, наверное. И снова «Ты, Седая ночь», тебе храню. Вот давай запомним это лето. Давай запомним это. Вот такая тема. Так, теперь Эмар. Там на дверях написано «Эмар». Это у нас Эмар был стратегически расположен как перевалочный пункт, где товары на Ефрате перегружались для отправки сухопутным путем. Во-первых, как перевалочный пункт. Во-вторых, здесь еще была интересная тема. А «Святилище бога Баала». Вот он, Баал у нас тут, они себя прописали Баал. То есть тот, где вот сейчас Емар, там кухни какие-то, еще что-то. То есть это не просто так они выбирают эти названия, Емары. В результате чего многие клинописные таблички попали на серый рынок древностей, вырванные из контекста. Это тоже информация. Это клинописные таблички еще к нему относятся, к Емару. И они вырваны из контекста. Вот так информацию вырывают из контекста. И информацию о Шатунове, о его песнях вырывают из контекста. Вот взяли слова песни Шатунова, взяли такой вот, давай запомни, из его песен и сделали такой страшный, ужасный калаш. Вот если они носят такие эмблемы, то это все влияет на сознание. Они понимают, они это молодые люди, не понимают. Но тем самым они себя причисляют к этой культуре сатанинской. Они показывают, что они с ними. А к Шатунову это никакого отношения не имеет, потому что он сказал, что он на стороне света. Так что, ребята, не надо им примазаться. Ему эта песня не понравилась, это было видно на передаче у Малахова. Но уже было поздно, он уже был приговорен. Но ничего сделать не мог, он показывал это через свои стихи. У него были грустные глаза, он понимал, что, он говорил, сколько дней этих мне еще осталось. Он понимал, он понимал, только не знал, когда. Вот эта Шушера вся его приговорила. Вета им всем. Вета без акцепта, без оборота на себя, на свой род, на свой народ. Ставьте им вета. Их речи им на плечи, их дела в их тела. Нельзя принимать эти аферты. Вета этим сатанинским аферам всем. Все тайное становится явным, и каждый преступник будет наказан за свое преступление. Какой меры меришь, такой и им отмерено будет. Это правило Вселенной. Все они это делают только из-за того, что они переносят вину за свои преступления на других. И в Крокусе 17 октября это было такое, перенос вины на вот эту глупую публику, которая купила, акцептировала это сатанинское мероприятие. И где там этот шаман целовал руку, наклонился поклонник, я тоже все это показывала, руку этому Малахову. Никто это, это был такой знак, никто из блогеров это как-то не обратил внимания, но тем не менее это было. Так, еще там какая-то эмблемка на рюкзаке. Я это не поняла, надпись не смогла расшифровать. Дальше там был эликсир в молодости. Вот вам, пожалуйста, имени Юрия Шатунова. Состав «Моментальный эффект». Конечно, для, скажем так, обывателя скажут, это все конспирология, это не слушайте всех этих, они уж не знают, чего придумать. Да, естественно, это можно сказать, что... Ну, потому что мы помним, мы помним, мы вот молодость нашу вспоминаем, и песни Юрия Шатунова – это эликсир нашей молодости. Ну, что-то про другие песни, которые люди вспоминают в своей молодости, советские песни. Никто не говорит, что это эликсир молодости. А вот здесь, в данном констексте, это как-то вот, это как-то звучит с нехорошими смыслами. Опять-таки, приходится подбирать слова. Да, вот. Хочет добавить вас друзья. Это проводит Афирто. Нет, не хочет он вас друзья добавить. Не хочет. И вот тоже еще этот музей. Такой странный, невозможно было разобрать. Но они тоже не случайно, эту картинку. И дальше он идет вдоль этого музея. То есть Шатунова, он становится музеем. Он еще живой, а его уже превращают в музей. То есть, да, его уже приговорили. Ну, такие знаки. Вот этот тот самый музей. Тоже здесь вот часть Черного Солнца, половина Черного Солнца, он идет. И дальше идет к музеям. Так, по виному еще вином антигерой комиксов в мае появился 1988 года. Это быть искусственным. Как интересно, да, сегодняшними со всеми этими делами, которые мы пережили, которые этот дядя Гинсбург опять хочет повторить. Не имется им симбиотом, разумным существом, липкой, практически в жидкой форме. И вселенная Человека-паука, вот что они хотели, они продвигают эти. Том Харди исполнял эту роль. Вот я твой Том Харди, ты моя любовь. Это какое отношение к Шатунову имеет? Это сумасшедшие люди просто. Далее там в клипе девочка вот с такой футболкой Черное Солнце. Что такое у нас Черное Солнце? Мое Черное Солнце. Что там? Ну, здесь время 12.00, начало шоу талантов. Это момент смерти. Можно тоже сказать, что это 0.00. Это тоже 12 или 0.00, когда он умерал с 22 на 23 как раз в это время. Так что это тоже такой сигнал. Вот, Черное Солнце – оккультный символ. Может именоваться так же, как Черное Колесо. Нацистский эзотерический символ – разновидность Солнечного Колеса. Это как Кара, да? Кара – это переводится Ка, это Черное, а Ра – это Свет. Черный Свет, либо отсутствие Света. То есть антипод Солнцу. Вот есть Свет, а есть Тьма. Есть абсолютный Свет, а есть абсолютная Тьма, абсолютное Зло. Это вот эмблема нацистов в том числе. Вот у нас тема уже и фашистская тема, потому что они брали себе эти символы СС. Вот именно эмблемы СС Германии. Неонацизм – символ ненависти. Ну вот зачем такие символы на себя вешать? Вот зачем? Зачем у молодых людей, которым еще жить да жить, зачем им ненависть? Ненависть, она испепеляет человека. Зачем, скажем так, играться с этими вещами? Зачем их брать, одевать на себя? Кто им подсовывает? Кто их, скажем так, подвязывает под это все, под этот сатанинский культ? Они, скажем так, добро делают этим молодым людям? Нет. Они их уничтожают фактически. Они становятся заложниками. Из них тоже могут сделать впоследствии сакральный жерт. А раз они уже подписываются на этот контракт, хочется какой-то славы, известности, ну, получили славу свою. Где вы дальше? Что дальше с вами будет? Что они с вами сделают? Большой-большой вопрос. Вот такие вещи. Так что здесь все это было. Вот он, этот емар. Вот хранилище. Еще он переводится как дырявая лодка. Емар это можно перевести. Емар, эмар. Видите, бог, бал там есть. Плюс перевернутый смысл голенобитных дощечек. Вот что-то написано, но смысл перевернутый. Поэтому емар. Вот такие смыслы у этого слова. Не надо писать, что там может быть еще какой-то смысл, современный. Не надо, не надо. Потому что здесь все у нас, с этим все просто. Все знаем, о чем говорим. Да, как будто им Юрия Шатунову, как будто Юрия Шатунову делают реквием. Странный такой артист. Как будто память ему. Вечер памяти. И барабанщик с этим черным солнцем. Кара ему. То есть его наказали. Вот как бы в клипе это показывается, что Шатунова наказали. А дальше те, кто наказали, они пляшут и танцуют. У них все получилось. Плюс еще у них получился перенос вины вот на тех зрителей, которые сидят в зале. Вот, тетка какая-то там сидит. Вот на них тоже перенос вины на тетку и на ее дочь. Вот все, кто там в зале сидят, на них это символически показывает, как переносят чувство вины. Не чувство вины, а вину, ответственность за преступление. Это символизм, безусловно. Это мое субъективное мнение. Вот будто всем не писать, буду банить. Так что, надеюсь, я ответила на вопрос, пускай с запозданием, но ответила на этот вопрос, что это было за вот такое, за два месяца до странной гибели кумира миллионов Юры Васильевича, Юрия Васильевича Шатунова. Благодарю за внимание. Будьте внимательны к этим знакам. И как только видите какую-то странность, не бойтесь казаться смешным или конспирологом. Они сами все конспирологи. Они сами все это создают, но высмеивают тех людей, которые их начинают подозревать в конспирологии. Очень лихо, конечно, не надо бояться этих. Пускай смеются, смеется тот, кто смеется последним. Они сами это тоже любят говорить. Поэтому ставим им всем вето. Вето без акцепта. Не принимаем их аферты. Это все делается с нашего молчаливого согласия, с принятием аферт. Особенно через массовые мероприятия. Кстати, вот еще тоже интересно. Видите, тут такая тема символика цвета. Связанная с Украиной, да? Голубая, желтая. Тоже не случайно это колье на первый план вышло. Это все не случайно. Девочка странная. Девочка немножко похожа на дочь. Юрия Шатунова чем-то в очках. Вот ее зачем-то посадили, такую девочку. Тоже одежда на ней странная. Слишком там сидят молодежь в простой одежде. А девочка такая, мама там тоже такая странная. А девочка почему-то с галстуком. Это масонская тема. Здесь вот она есть. Здесь еще много чего, наверное, заложено. Но просто, знаете, их эти дебри разгребать нет никакого удовольствия. Понятно, мне лично понятно, что Шатунова убрали. Он не сам умер. Приходится, еще раз говорю, подбирать слова. Но те, кто понимает, те понимают. Потому что эти сейчас на страже. Они все просматривают, все материалы. Они боятся возмездия. Боятся. Это видно. Поэтому они угрожают всем блогерам, которые поднимают эту тему. Вот. Но без акцепта, без оборота на себя. Вета всем преступникам, всем убийцам. Шатунова, Вета. Ваши дела, ваши тела. Благодарю за внимание. С вами была Галина Кунышева. До свидания.